я бы знаете хотел бы отметить такой момент еще раз и еще раз мы мы говорим и молимся за пределами этого эфира тоже это благословенное время для нас и мы видим что дьявол все также работает чтобы разорвать взаимопонимание между поколениями когда отцы как бы настойчиво мучают своих детей когда они не слышат своих детей не принимают их новыми когда они не принимают их в том контексте измененной культуры измененной реальности мы помним как люди были в шоке от того что кто-то красит волосы в синий цвет или одежда черная или наоборот это одежда вся такая разноцветная где-то юбки короткие где-то штаны широкие в общем множество разных претензий было у старшего поколения к новому непохожему поколению на них но правда и истина заключается в том что все дети все мы дети даже взрослые мы тоже дети внутри наши дети они тоже дети и мы все нуждаемся в любви и тот кто мудрее тот кто старше пусть он проявит эту любовь знаешь виктор вот пастор который вас взрастил скажем так он поделился таким потрясающим откровением когда дочь бунтовала когда дочь их уходила от бога и у него сложный период в жизни эти родители они сделали шаг ей навстречу и восстанавливая разрушенные отношения потерянное доверие бог положил маме в сердце такой жест и предложение вот этой своей дочери которая обижала на самом деле их пренебрежением непослушанием но которая пришла к ним домой она знала что родители и любящие люди и мама предложила взять ее на ручки уже такую там ей было за 18 закутать ее в одеялко и просто покачать на руках и это был такой момент памятный для всей семьи для для родителей что дочка согласилась и захотела посидеть на ручках для родителей что она она для дочери что родители продолжают ее любить что они ее прощают и была восстановлена эта близость было восстановлено понимание и виктор сейчас работает над тем чтобы вот дети были благословенными подростками точно я да я думаю что очень важна вот эта эмоциональная привязка до к ребенку потому что да мы мы уже поняли что действительно очень правильно да было сказано что с детьми надо поступать по-человечески да и надо просто понимать во первых что это ребенок не нужно требовать от ребенка чтобы он вел себя как апостол там да или как бы уже зрелый христианин он и есть ребенок да ребенку очень важно да понять его язык знаете на самом деле каждый из нас разговаривает на разных языках любви очень хорошая есть да книга даже да что пять языков любви и у каждого ребеночка да есть свой язык например я понимаю что моя например 13-летняя она очень любит свидания да и я понимаю что мы постоянно должны ездить с ней на свидание потому что если я этого не буду делать у нас потеряется да свидание с папой конечно у нас потеряется эмоциональная связь с ней да а если ребенок эмоционально не привязан к тебе тогда он будет привязан к чему-то другому кому либо к своему гаджету либо к непонятным друзьям которые могут формировать его мышление и кстати именно это поколение считают трудным потому что часто именно друзья именно окружение как никто другой сейчас формирует вот подростка дать не его родители а все авторитеты находятся в его живот поле возрастного да и если родитель он не будет проявлять вот этой человечности эмоциональной привязки да то можно просто ну потерять ребенка да то же самое у меня вторая дочка у нее например язык подарки да она всем делает подарки и она очень любит когда я делаю подарки да и я знаю что сегодня когда действительно дети они просят внимание да от родителей очень важно их дать например вчера мой сын говорит папа пойдем на мужское свидание то есть он меня тоже куда-то вытащил и вы знаете вот на таких встречах мы можем поговорить искренне да от сердца к сердцу да то есть и на самом деле да даже я смотрю что в какой-то момент дети даже просто любят прийти и помолиться с тобой да и это кстати тоже очень важный момент и это так здорово вот поддерживать их желание помолиться с тобой и когда они видят что у тебя есть время на них да то есть что ты не просто как бы там до занят как-то вот и я помню что вот до сих пор да то есть мои дети то есть мы вместе читаем вот сидим разбираем слово и я делаю это смешно я делаю это так чтобы они смеялись от души да там рассказываю про науходоносора с большим носом да мы вот и это очень здорово да вот на самом деле да поэтому я верю что эмоциональная привязка это наверное первая которая должна у нас вообще быть вот к ребенку сначала душевная потом духовная вот потом духовная аллилуйя давайте помолимся сейчас у нас на самом деле вот как бы будет буквально через несколько минут пережив но мне бы хотелось высвободить вот эту силу помазания господь мы молимся чтобы это слово было открыто чтобы те из родителей кто переживают за своих детей чтобы те родители которые молятся за своих детей которые хотят чтобы слова имела вес сила влияние в жизни детей пусть они подготовят эту почву в душе интересно что бог послал и она крестителя что подготовить путь слова не просто пришло был подготовлен путь господу подготовьте благословенные родители путь для господа высвободите для них любовь высвободите для них время обратите внимание что это простые человеческие ритуалы объятия не ритуалы просто жесты простые действия я уверена и знаю просто и и я чувствую боль боль от непонимания поколений и от того что родители никогда не говорили своим детям прости меня я был неправ и я чувствую что дух святой просто ведет сейчас тех кто плачет о своих детях просто молиться и высвободить это покаяние перед детьми за то что были жестокими за то что не понимали за то что были чрезмерно строгими и суровыми и настаивали на своем нет не слушать детей за то что не слышали их и не считали важным их мнение господь я прошу тебя просто ты говорил что прежде чем ты придешь ты и зальешь свой народ дух покаяния дух умиления господь мы молимся чтобы это покаяние и дух умиления чтобы он излился в сердца отцов чтобы он излился в сердца матерей бабушек дедушек господь чтобы этот дух покаяния и умиления пришел к детям господь потому что им так тяжело им одиноко господь им страшно потому что этот мир другой их влекут страсти их влекут привязанности их влекут улицы друзья потому что они под воздействием страстей потому что дома они не получили то понимание ту поддержку которую им было необходимо во имя иисуса христа боже пусть на эту жажду приходят твои живые воды изливая духа святого изливая свою любовь изливая свое понимание изливая свое откровение господь мы освобождаем сейчас молитве согласия с отцами матерями бабушками дедушками тетями дядями господь который ходатайствует за своих родных что твои ангелы это слово господь оно достигает потерянных детей детей которые сейчас бунте детей которые ушли от тебя господь детей которые ищут семью господь которые ищут тех кто их обнимет тех кто назовут их по имени тех кто скажет ты мой лучший ты мой любимый ты мой прекрасный ты мой долгожданный ты мой желанный господь мы благословляем этих детей печатью любви господь что они приняты тобой ты так много говорил израилю ты так много говорил через пророков своему народу что ты непомилована и будешь помиловать люди называли тебя оставленной но ты найдена мной ты драгоценна твое имя начертана на моих руках я вижу тебя я благословляю тебя и я знаю планы которые имеют для тебя планы на добро не назло да господь аллилуйя господь наташа продолжать слава тебе благословляем сегодня особенно сегодня молимся за тех детей господь которые действительно где-то внутри погасли господь и просто сейчас простираем свои руки и мы молимся дух святой о пожалуйста сверхъестественно являйся нашим детям господь я знаю что ты можешь это сделать и во сне и наяву господь и на собраниях и через за помазанников божьих господь мы молимся и просим тебя оживи сегодня каждого подростка оживи сегодня каждого подростка господь чтобы они вернулись в дом отца чтобы они вернулись в дом божий господь чтобы просто они были крещены духом святым чтобы они были посвящены тебе драгоценный иисус мы просим тебя господь благослови мы просим тебя господь благослови во имя иисуса христа и также я сегодня молюсь дух святой чтобы господь и родители они посмотрели на своих детей глазами Божьими. Я просто молюсь сегодня во имя Иисуса Христа, сделай это чудо. Вы знаете, я недавно читал пророчества о своих детях, и я просто плакал, как-то они просто себя, может быть, не очень хорошо вели, и я где-то разошелся на них, но у нас есть специальная тетрадь, и там написано вот, что Бог думает о наших детях. Это пророки, которые за них молились. Это то, что мы слышали в Духе, и мы записывали все это специально. И знаете, когда я открыл эту тетрадь, я подумал, Господи, какую драгоценность вообще нам доверил Бог. Какие драгоценные дети вообще рядом с нами. Бог дал им на недолгое время. И я просто хочу сказать, что даже если ребенок трудный, даже если он ведет себя, проявляет свой характер, продолжайте смотреть над них глазами Божьими. Просто продолжайте смотреть на них так, как смотрит на них Иисус. И я сегодня особенно молюсь, Господь, дай родителям эти Божьи глаза. Дай родителям эти Божьи глаза, Господь, чтобы они посмотрели через призму этих Божьих пророчеств, Божьего Слова, во имя Иисуса Христа. И увидели в своих детях именно тех, кем видит их сам Господь Иисус. Потому что я благодарю Тебя за то, что наши дети это действительно священники Твои. Это, Господь, евангелисты, пасторы, пророки, Господь, апостолы, учителя. Это Твои служители. И, Господь, я молюсь сегодня, Дух Святой, Господь, просто дай мудрость, Господь, взрастить Божьих служителей из этих драгоценных деток, Господь, которых Ты нам доверил во имя Иисуса Христа. Мы благодарим и славим Тебя. Аминь. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБМ. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин